Сегодня в Барановском районе наличивается больше за 3000 одинокопроживающих пожилых людей, каля полтысяч из их немают родных. Миновито им сейчас мкнутся допомогшие супрацовники территориального центра социального обслуговывания насельства и волонтеры «Активная працовная молодь» с широком БРСМ. У сего в районе наличивается каля 80 социальных работников. Зараз, а прочь своих основных обовязков, они так само будут оказывать бесплатную допомогу подоставцы речи у первой необходности усим звернувшимся одиноким пожилым людям. В случае необходимости в продуктах питания, лекарственных средствах, либо предметах первой необходимости, одинокие пожилые граждане и инвалиды могут обратиться в территориальный центр по месту проживания. Телефоны горячей линии организованы, работа их организована как в будние дни, так и в выходные дни. Всегда одинокие пожилые граждане могут обратиться и помощь будет им оказана. Волонтеры и соцработники прошли инструктаж по сродках дезинфекции. Передают принесенные продукты и леки бесконтактным способом. Тому, что коли размова и депроздоровье пожилого человека с ослабленным иммунитетом, меры беспеки лишними не бывают. Я очень благодарна, что есть такая соцслужба, которая обслуживает нас. И я благодарна тому, что мне не надо ходить ни в магазин, никуда. Меня всё доставляют на дом. Уже некольки дён информационные телефонные линии для пожилых людей працуют и во усих территориальных комитетах Белорусского Республиканского Союза молоди. Добрый день. Вас приветствует молодежная линия БРСМ. Слушаю вас. Потелефоновать на их можно с понеделка по субботу, включена с 9 до 18 годин. Позвонив на горячую линию, можно узнать номера телефонов медицинских учреждений, социальных служб, зонального центра гигиены и эпидемиологии. Также мы можем помочь в оформлении онлайн-заказов на продукты питания. В учреждениях образования Барановического района волонтёры проводят информационно-разъяснительную работу с учениками младших классов. Контактные данные, повод для яких можно звернуться за допомогой у тем-те иншем районе, размещены у мясцовых СМИ, на информационных дошках Сельвы Конкамов, а так само на сайтах мясцовых органов УЛАДы. Алена Ракуть, Мария Волошчук, Миколай Руцкий, телерадио «Компания Брест».